Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с девушками в основном. Я думаю, это тема наболевшая у многих. Ну, не все женщины знают, как нужно вести себя с мужчиной, особенно если вы длительное время вместе. Мне недавно задали вопрос, который звучал, как сделать идеальными отношения или чтобы мужчина был заинтересован, но не наседать на него. Когда только завязываются отношения, все как-то легко и непринужденно, и особо стараться не нужно, потому что мужчина имеет некий интерес, и этот интерес будет длиться какое-то определенное время. Но это, как и все другое в нашем мире, имеет свойство заканчиваться. Вот тогда и нужно вступать в бой женщине. И заметьте, не прибегать к уловкам, шантажу, вранью, и особенно к упрекам. А нужно постараться, чтобы мужчина оставался долгое время именно с вами. И это время вы должны посвятить ему и вашим отношениям. Ни о каких подружках и речи быть не может. Поймите тоже мужчину. Он вначале добивался вас, он вначале унижался где-то, переступал через себя, тратился на вас в конце концов. И когда в итоге он получил то, чего он хотел, само собой разумеется, вершина покоренная, значит можно расслабиться. Как раз таки, когда мужчины расслабляются, женщины должны брать дело в свои руки. Наша задача сохранять запал и интерес мужчины. А это ох, какое нелегкое дело. Еще одна важная деталь, вы должны быть заинтересованы оба в этом деле. Если один из вас не желает этого, то и соответственно продолжения не будет, как бы вы ни старались. Ну а так как мужчины ленивы, и мы об этом знаем, мы сегодня будем стараться как-то быть немножко хитрее, быть кудесником для того, чтобы сохранить отношения. Первое, что хочу посоветовать, это по возможности быть разной. Это не значит накладывать тонны косметики, не значит разодетой все время ходить, тратить кучу бабла и изводить своего мужчину тем, как вы выглядите, чтобы он дарил вам цветы, и все в таком духе. Здесь я имею в виду о том, о чем вы разговариваете, темы какие-то для обсуждения, интерес с вашей стороны и действия, которые вы делаете по отношению к вашему молодому человеку. Также хочу порекомендовать вам не слишком стараться, не слишком наседать, не слишком быть наигранной, и показывать, что вы якобы что-то стараетесь сделать. Нет, все должно идти от сердца, и вы должны этого действительно хотеть. Вы должны действительно хотеть тратить время на своего мужчину, вы действительно должны хотеть ему приготовить блюдо какое-то, вы должны действительно хотеть как-то его завлечь и привлечь к чему-то. Ну, например, радовать новыми блюдами. Не обязательно же брать уроки кулинарии. Хватает интернета, каких-то простых блюд, которыми вы можете порадовать своего молодого человека. Еще можно поспрашивать друзей и родных вашего молодого человека, какие блюда он любит, и постараться воспроизвести, поговорить, может быть, с его мамой, может быть, помимо блюд он любит еще что-то. Может быть, у него нет любимого блюда, но он любит бегать, он любит велосипеды, еще что-нибудь. Ну и третье, что хочу посоветовать, это совместное времяпрепровождение. Я считаю, что это залог хороших отношений, потому что если вы проводите время за настольной игрой, на прогулке, в спорте, даже готовите вместе, это очень сплочает. Это сближает настолько, что вы даже не поверите, когда это все произойдет, вы будете просто как в сказке. Но опять же, для этого всего нужно заинтересовать мужчину. А как это сделать? Смотивируйте его, предложите ему. Давай пойдем приготовим вместе вот это блюдо, которое я недавно нашла в интернете. А давай мы с тобой прогуляемся, давай мы там займемся спортом с тобой. Если все-таки ваши уловки никак не срабатывают, как бы вы его ни просили, ничего не помогает, я вам советую присмотреться вообще к молодому человеку. Старается он делать для вас что-то. Вообще нравится он вам или нет. Может быть это не тот человек, раз его вообще ничего не интересует, и вы в том числе. Четвертое, что хочу посоветовать, это проявлять интерес к его хобби, к каким-то делам, к работе, время препровождения с друзьями. Спрашивайте, как у него дела. Интересуйтесь, чем он интересуется. Не нужно погружаться с головой во все, чем интересуется ваш мужчина. Но проявлять некий интерес обязательно нужно, потому что если вы это сделаете, то и он в отместку сделает это для вас. Поверьте мне, он увидит ваши старания. Он увидит, что он вам интересен. Соответственно, проявит также интерес к вам. Не проявит интерес только ленивый, либо тот мужчина, который вас не любит. И самое главное, не нужно упрекать мужчину, не нужно говорить ему, что его интересы, его хобби, это какая-то дурость, потому что любого человека это обидит и заденет. Если вам даже что-то не нравится, вы просто можете промолчать, либо просто корректно как-то подчеркнуть, что вот это что-то странное, либо это что-то такое необычное. Будьте тактичными не только с чужими людьми, но и со своими родными, со своими близкими, потому что иначе к вам будут относиться так же, как и вы относитесь к людям. Ну и пятое, что хочу посоветовать, это, конечно, поддержка. Огромная поддержка и какой-то интерес с вашей стороны, это залог успеха. Если молодой человек не слепой, и он заметит ваше старание, то к вам он проявит такой же интерес и трепет, как и вы к нему. Соответственно, больше разговаривайте, обсуждайте какие-то темы, находите общие интересы. Если даже нет общих интересов, не страшно. Каждый может заниматься своим делом, но тем не менее интересоваться друг другом, и тем самым интерес к друг другу у вас будет присутствовать постоянно. А здесь и уважение, и любовь, и преданность. Если вы будете холодно реагировать на своего молодого человека, то, соответственно, он также будет вести себя с вами. И не нужно говорить, что вот женщины должны, 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 а что должны мужчины? Мужчина ничего не должен. Он уже сделал все, что нужно было. Он выбрал вас. Конечно, не нужно никогда говорить мужчине, что он козел, тупой, либо бабник. То же самое, конечно, и по отношению к женщине. Мужчины не должны высказывать о своей второй половинке, либо о своей девушке, избраннице, что она плохая, что она как проститутка, я не знаю, тупая, конченая. Этого не нужно делать. Это только разрушает отношения. Такое отношение присуще явно не тем, которые собираются создавать семьи. Я вам хочу пожелать удачи и сказать, что если это ваш человек, если это именно ваш мужчина, то он подметит все ваши старания и сделает в ответ то же самое. Пойдет, так сказать, навстречу, для того, чтобы наладить отношения, если был разлад, либо, наоборот, их улучшить. Это только маленькая доля того, что я могу посоветовать. Я надеюсь, у вас все получится. А с вами была Лина. Мы увидимся с вами в комментариях и в следующем ролике. А я с вами прощаюсь. Пока-пока!